Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Частично он будет из Польши, частично из одного места, в которое мы отправляемся совсем скоро. Впереди еще тесты, все как обычно, потому что мы едем за границу. Вообще-то у нас был запланирован и забронирован отпуск в Хорватии. Мы должны были уехать туда 1 числа, но так как мы собирались на север Хорватии, а там погода и даже климат, можно сказать, очень похож на польский. За окном у нас 16 градусов тепла и вечный дождь, поэтому мы решили, что не станем рисковать, потому что ехать за тысячу километров практически, если дома, ну такая себе перспектива. В Хорватии именно на севере часто бывают прям бури, как здесь в Кракове, то есть ты не можешь выйти погулять под зонтом, а зонт будет сносить вместе с тобой, поэтому мы в срочном порядке все отменили и перепланировали наш семейный отпуск. Обо всем по порядку, так что да, вот такой сегодня будет влог обо всем и сразу. Так, у нас сегодня день мамы, сказали закрыть глаза, и мы ждем сонного Захара. Можно открывать? О, Боже мой, какая красотень! Спасибо! Сегодня утром мальчики поздравили меня с днем мамы, и это было очень приятно, так мило. Конечно, Игнат утром проболтался, я знаю, что они еще готовят какие-то поделки, именно сделанные своими руками, но говорят, что закончат, и после обеда переедут поздравлять еще раз. Но знаете, что самое ценное? Это то, что Томик с самого детства прививает им, как бы это назвать, привычку, традицию, как бы это правильно сформулировать. В общем, того, что нужно уделять близким внимания, показывать свою любовь и заботу вот такими маленькими жестами. Я обожаю пионы, у нас вот такого рода пионы сложно достать. Я вижу, что он тут уже рассыпается. И прикольно то, что это не обычный букет, а вот такая цветочная композиция. Томик знает, насколько я люблю такие вещи. Здесь надпись «Любимые маме». И сначала я оставлю на видное место, наслаждаюсь, любуюсь, а потом, когда это все завянет, разбираю и создаю что-то по-своему, что-то новое. Новое атмосферное место с краками. Здесь можно поесть, что-то выпить. И мальчики меня пригласили сюда на ужин, вместо того, чтобы готовить дома. Приятненько. Мика, пойдем. Томик, забачь на своего пса. Мика, пойдем. Куда ты за... Мики протест, она не хочет идти. Мика. Сегодня у меня праздник какой-то. Приехали новинки от Милскарта, которые я заказывала из их новой коллекции. Мы с ними дружим. И спасибо огромное. Я всегда с удовольствием ношу ваши вещи. А коробки – это отдельный вид наслаждения. Вообще, приятные самой распаковываете. Когда заказываешь на подарочек, то уже все сразу готово. Вау. Если бы я создавала идеальное базовое платье, оно бы выглядело именно так. И это то платье, которое можно надеть и в повседневной жизни. Например, на работу, на прогулку с ребенком и в том числе на праздник. Оно представлено в нескольких расцветках. Здесь нет никаких карманов. Но гляньте на посадку. Я просто балдею от вот этой стойки. Она как-то не сворачивается, не сминается. Она держит форму. И длина. То, что надо. Не подчеркивается животик. Тоже по бокам все как-то сглажено. И силуэт очень круто вытягивается. На мне размер S. Это платье можно носить не только с каблуками, но и, например, с плоским ходом. Даже с такими полуспортивными кедами. С сапогами. Приветствуется то, что здесь рукав. То есть платье на межсезонье. Также на холодное время года. Надеваешь и вообще не заморачиваешься с тем, как сочетать там вверх с низом. Я безгранично влюблена. Напишите, как вам. Я решила не быть голословной. Я не поленилась. Пошла, нашла белые кеды. Мне настолько нравится мой минималистичный наряд на сегодня, что я так и остаюсь. Все. Я больше не переодеваюсь. Маленькая сумочка небесного цвета. Микросумки все еще в тренде. Но это отличается тем, что она вместительная. Сюда без проблем входит 12-й iPhone Pro Max. Моя камера. Кошелек. Видите, она вот так раскладывается. Здесь одно отделение. И также кармашек. Вот застегивается все на магнит. Ремешок, который регулируется. Все сумки и вообще изделия Милскарта производятся в России. Сумки кожаные. На них действует гарантия. Целый год. И также вы можете оплатить вещи после примерки. То есть оформить заказ. Посмотреть, что подошло, что нет. И только потом произвести оплату. Сумочку можно носить вот так, как вы сначала видели. Также заводя ее слегка назад. Или же классическим образом. И эти сумки есть разных цветов. Яркие, такие малютки, которые классно дополняют все наряды. Или же можно выбрать что-то поспокойнее. Спокойнее в таких базовых расцветках. Но лично мне нравятся какие-то такие необычные, акцентные. Поэтому я взяла себе голубую. И оказалось, что в сочетании с голубым платьем, это попадание в яблочко. Между прочим, с джинсовыми вещами, с розовым цветом. Очень здорово. С белым, понятное дело. С черным. В новой коллекции вы точно найдете какой-то цвет, который порадует вас больше всего. И будет подходить к вашему гардеробу. Как всегда, все сумки Милскарта приходят в отдельных пыльниках. Здорово, что вы не изменяете себе. А нам, покупателям, потом удобнее все хранить или куда-то перевозить. И здесь у меня еще одна сумочка. Это также кожаная сумочка. Она есть в нескольких цветовых решениях. И светлая, и с такими коричневыми деталями. В общем, гляньте на сайте. И также эта сумка унисекс. То есть она подходит как мужчинам, так и женщинам. И интересно то, что ее можно носить несколькими способами. Сейчас покажу. Здесь тканевый регулируемый ремешок. Я сейчас максимально подняла его вверх. И такая прикольная, маленькая, то ли клюзница, то ли монетница. Для какой-то мелочи небольшой кармашек. Это очень удобно. Сумка очень крутая. Она и небольшая, но супер уместительная. Также очень удобно открывается. Поэтому вы можете сложить сюда буквально пол жизни. Помимо основного ремешка, есть еще небольшая ручка, как видите. Или даже вот так, через плечо, но вертикально. Берите на заметку вашим молодым людям, мужьям, братьям, папам. Супер стильная сумка. Я хожу по мужским отделам, и я хочу вам сказать, что я нигде ничего похожего не видела. А уж точно такого по качеству не найдете за такую цену. Фишка этой сумки, которую вы точно оцените, это то, как она открывается полностью. То есть вы можете и сложить сюда максимально много, и видеть все, что вы сюда запрятали. Помимо основного отделения, здесь присутствует карман на замке. Что-то более ценное складываем сюда. Опа. Закрываем. Все очень компактно и вместительно, как я и говорила. Помимо тех вещей, которые я сегодня примеряла, в Милскарте есть гораздо больше новинок, поэтому заглядывайте к ним. А если вам что-то приглянется, то для моих зрителей всегда действует промокод, который дает 10% скидку. Напомню вам его в инфобоксе. Удачного вам шопинга. Я уверена, что вы останетесь довольны так же, как я. Ну а мы с вами продолжаем. Так как у меня довольно взрослая аудитория, у большинства из вас есть дети. Если вам будет актуально, я вот так периодически во влогах буду показывать каких-то любимцев наших детей. У нас на самом деле огромное количество игр, всевозможных книг. У нас тут целая библиотека, потому что мы каждый вечер читаем с детьми. Раньше мы читали им, теперь Захар у нас сам проглатывает книжки буквально за несколько дней. И каждый раз, когда он тянет нас куда-то в детский магазин, купить очередную безделушку на несколько часов, мы говорим, пойдем лучше в книжный, выберем что-то тебе. И он с удовольствием. Вот как-то так сложилось. И для нас это очень классный и полезный компромисс. И еще интересный факт. Когда дети здесь приходят, например, на день рождения, это вполне нормально, получить уже прочитанную кем-то книгу и какой-то маленький подарок. И мне кажется, что это очень здорово. Мы даже часто меняемся с нашими друзьями. Мы что-то прочитали, отдаем, и они нам. Вы спрашивали, где мы нашли книги Minecraft. Что это такое? Это целая серия книг. Захар уже все перечитал. У нас были все главы, которые были доступны. Они продаются у нас в каждом книжном магазине. Если нет в стационарном, потому что у нас ассортимент сейчас бедноватый изо всех этих локдаунов, то заказываем онлайн. Вот авторы указаны. Я думаю, что не составит труда найти это все в переводе на русский или на украинский. Издательство, скриньте. И пользуясь Google, я думаю, что без проблем можно найти это в переводе на другие языки. Я принесла только две, но у нас целая коллекция, как я сказала. А вот эти мини-игры мы получили в подарок от подруги Томака. Она как-то приезжала в гости, привезла. Детям очень понравилось. Я здесь сразу показывал вам название. Они есть в разной степени сложности. Также есть разные там по темам. И очень удобно то, что сверху здесь вот есть фигурки. И это все открывается. Внизу могут храниться инструкции. Но не то, чтобы инструкции, а больше как задания. И также здесь есть разные уровни. То есть начальный уровень. Нужно сложить фигурки таким образом, чтобы везде были пиратские корабли. Видите, здесь дырочки. В общем, как-то это нужно крутить, вертеть. Не как-то. Мы несколько раз игрались. И даже мне, как взрослой, нужно было напрячь мозг. И это развивает хорошо. И терпение тренируют. Потому что нужно иногда прям очень сильно покрутить это все, чтобы сложить. В общем, я вам говорю, что это очень толковые игры. И это вот уровень стартер. Дальше для деток. Ну, не то, чтобы постарше, а просто для другого уровня. Вот уже эксперт. И для машинок точно так же. То есть нужно поставить машинки таким образом на парковке, чтобы все было так, как указано в задании. То есть ты крутишь, вертишь эту машинку. Видите, каждая машинка расположена на пластиковой вот такой штуке. И они разных форм. То есть есть прямоугольные, а есть вот такие как бы угловые. В общем, детям нравится. Это самое главное, что они чем-то заняты. Это супер классная игра. Называется она Суперфермер. В ваших странах как-то по-другому. Я думаю, что девчонки в комментариях обязательно подскажут тем, кому интересно. Эта игра рассчитана на нескольких игроков. И суть в том, чтобы собрать всех зверушек, которые здесь указаны. Каким образом они собираются? Сейчас. Здесь вот кубики. Ты бросаешь, грубо говоря. Вот, да. И смотришь, кто тебе выпал. Есть овечка, кролик. Но помимо этого, еще и те, кто съедает твоих зверушек из фермы, это волк и леса. В общем, ты собираешь, и потом можешь обменять, например, 6 кроликов на овечку. Овечку уже, по-моему, на собаку. Собака защищает от лисы. Крупная собака защищает от волка. Потому что, когда выпадает волк, то он съедает все на ферме и начинаешь заново. В общем, азарт невероятный. Нам очень нравится. Вот сейчас достану, еду за Игнатом. Захар сегодня дома. И будем играть и сегодня. Обидно, конечно, когда волк приходит на ферму и сжирает все. Но я особо не расстраиваюсь. И детям тоже стараюсь объяснять, да, что раз ты первый, а раз последний. То есть, раз выигрываешь, раз проигрываешь. И это нормально, так всегда по жизни. Раз уж у нас зашла такая тема, то покажу одно из моих любимых занятий. Это трубочки. Я покупала их в Пепко, но есть очень много на Алиэкспресс. Можно заказать разное количество вот этих трубочек. Но чем больше, тем лучше. Мы иногда как сядем, да, как соберем. И помимо того, что это хорошо развивает фантазию, еще и мелкую моторику. Потому что это нужно самому все соединить, а потом еще и разобрать. Вот мы сначала собираем, а потом долго это все разбираем. И очень весело, очень как-то объединяет. И все вместе каждый раз создаем разные фигуры. Это полный капец. Ну как, не полный. Расскажу вам анекдот, причем это будет черный юмор. Анекдот о том, как мы собрались в отпуск на самолете. Начну с того, что мы с Томаком вообще со всей семьей хотели поехать на машине. Я ему говорю, смотри, Томак, все летают на самолетах. Ну что мы вечно на этой машине? Давай купим билеты и поедем хотя бы на несколько дней. Нашли билеты. Так как мы покупали буквально за 10 дней, то они были довольно дорогостоящими. Мы купили билеты, мы арендовали жилье, машину. И что вы думаете? Я должна была собирать чемоданы сегодня утром. Мы должны были ехать сдавать тесты, но не тут-то было. Нам позвонили со школы вечером и говорят, ну как вечером, после обеда. И говорят, что вы могли бы забрать Захара, у нас тут проблемка. Он, в общем, подвернул ногу на физкультуре и вроде как не перелом. Но, пожалуйста, заберите его как можно скорее. И я была в Кракове, за ним поехал Томак. В общем, приезжает Захар. Я вижу, что к вечеру нога распухла, утром стало еще хуже. И я уже предвкушаю пребывание на скорой. Недавно вы мне задавали вопрос. Вообще, таких вопросов довольно много. И я частично на них отвечала, но это то, что меня очень бомбит в Польше. В общем, что тебе нравится и не нравится в жизни в Польше здесь. Я хочу вам сказать, что мне очень нравится жить здесь. И как бы я не могу жаловаться. Все прекрасно. Но когда что-то касается медицины, то меня прям вообще, вы знаете, это выводит. Почему выводит? По той причине, что каждый месяц мы с мужем обязаны платить социальную страховку. Потому что у нас с обоих ИП, и вообще, если ты живешь здесь, то как бы не имея этой социальной страховки, ты постоянно будешь сталкиваться с какими-то проблемами. То с оформлением вида на жительство, то еще что-то. В общем, куда ни ткнись, везде нужна эта социальная страховка. Это около 400 долларов с человека каждый месяц. То есть, если посчитать, то за год мы отдаем за нее 8-800 долларов. И, конечно, там есть еще и какой-то пенсионный взнос. Но я верю, я прям практически убеждена в том, что пока мы состаримся, дай бог, то вообще, скорее всего, отменят всю эту пенсию. Лучше бы мы вообще купили, например, какое-то жилье и взяли ипотеку, выплачивали бы его. И на старость лучше его арендовали бы, чем вот это вот все. Я бы предпочла купить еще просто обычную медицинскую страховку, чтобы я могла просто-напросто попасть к врачу. Так вот, когда что-то происходит очень серьезное, очень срочное, то, конечно, тебе окажут медицинскую помощь, но я не могу по-срочному обратиться в скорую. То есть, скорая сюда не приезжает, пока ты в сознании, или у тебя супервысокая температура. То есть, вопрос в том, кто вызовет скорую, если я отключусь. У меня один раз в жизни получилось вызвать скорую, когда я была не в состоянии вообще заняться маленьким ребенком. Мы подхватили серьезные желудочные гриппы, я лежала пластом, и Захар также. Мы с очень высокой температурой приехали, мне еще и там, знаете, напихали в панамку, что вы что вообще вызываете нас, мы спасаем жизни. И, по сути, как бы, если так разобраться, то действительно скорая помощь спасает жизни. Но я настолько была обезвожена, обессилена, температура свыше 39, у меня годовалый ребенок на руках, муж в командировке, и я не знала, кому мне еще можно позвонить среди ночи, потому что никто не отвечал, ночью люди спят, как бы, и часто выключают телефоны. Но не суть. Было много таких ситуаций, когда мы обращались даже по скорой, мы ехали в больницу, ребенок после операции на сердце, у него температура 40, это очень опасно, может сразу пойти осложнение на сердце, и оно отказывает. И что вы думаете, мы торчали 4 часа на скорой, как бы я не умоляла, потом уже как бы я не скандалила, мне сказали, мадам, у вашего ребенка только температура. Говорю, ничего страшного, что в Украине, если у нас было 37, то к нам приезжала скорая, и они сами паниковали, говорили, у вас ребенок после операции на сердце. Это очень серьезно, это критическая ситуация, здесь же все иначе. Ну, в общем, я могу долго прям негодовать по этому поводу. И это то, что мне очень сильно не нравится здесь. В общем, с этой ногой я поняла, что дела плохи, и я спаковала Захара, говорю, я еду на скорую делать рентген, потому что, скорее всего, нам светит гипс. К счастью, перелома у нас нет, и когда ты приезжаешь на скорую, то многие удивлялись, почему ты ждешь 5-6 часов, потому что бывают более сложные случаи, это кто-то после аварии. Ну, даже если, вот, например, очень сильно ребенок разрезал палец и рано кровоточит, или же кого-то покусала собака, и ребенок весь в крови сидит, и все равно ему не оказывают быструю медицинскую помощь, и даже часто не дают лед, по той причине, что это не срочно. Ну, типа, нет угрозы жизни, сиди-жди. В случае с ногой я согласна, что можно было посидеть, тут ничего такого, но когда ты смотришь на то, что происходит вокруг, ты думаешь, блин, если это не срочный случай, то я как бы не знаю. Поэтому ты сидишь в очереди, постоянно кто-то приезжает, приезжают, у кого-то серьезнее и серьезнее, ты сидишь и ждешь. К счастью, мне девчонки написали, где можно сделать рентген частным образом в Польше, и я на всякий случай записала, потому что, как видите, у нас постоянно что-то такое происходит, и хорошо бы иметь контакты, но не все частные клиники соглашаются делать рентген детям. То есть, когда у Захара была пару лет тому назад проблема с рукой, то я позвонила в такую клинику, и мне сказали, что детям они рентген не делают, поэтому едьте в детскую клинику и там решайте свои вопросы. Точно так же вот здесь есть разделение на ортопедов детских и ортопедов обычных. Короче говоря, у нас очень сильное растяжение связок, и ему больно ходить. И так как я начала выискивать уже частного ортопеда, потому что к государственному попасть невозможно, это несколько месяцев ожидания, я начала узнавать, когда же мы попадем к частнику. И что вы думаете? 17-го, блин, июня. 17-го июня. Мне кажется, что до этого времени все уже заживо. Может, на это и рассчитано. Я уже не знаю, как это можно объяснить, но когда у тебя какое-то высыпание, там аллергическая реакция, когда у тебя воспалился глаз, ты подхватил какую-то инфекцию, ты не можешь попасть к специалисту, при том, что ты каждый месяц, блин, платишь 400 баксов. Вот серьезно. Не понимаю. Может, меня кто-нибудь просветит, как это должно работать, или это плохо работает, но в Европе очень часто такая загвоздка, такая проблема именно с оказанием медицинской помощи. И что вы думаете? Я написала в школу имейл. Да, сейчас очень сложно общаться и с директором, и с учителями, потому что у нас пандемия, и все только через телефоны, только через имейл. Я написала, что мы едем купить костыли, потому что у ребенка занятия проходят на третьем этаже, и ему очень сложно будет добраться туда, потому что у него ножка болит, и я попросила, чтобы кто-то ему помог, потому что меня, как маму, из-за пандемии в школу не пустят. И что вы думаете? Мы поехали в магазин. Я нашла костыли, я нашла такую штуку. Это типа как... Ну, это не совсем гипс и не бандаж. Это что-то, что фиксирует ногой. К сожалению, не знаю, как это называется на русском. То есть такая штука, которая поможет зафиксировать ножку, чтобы она не выгибалась вправо и влево, не травмировалась. Но ребенок уже с этим может ходить, если это не что-то серьезное. Часто после переломов такое назначают, скажем так. И если ты попадаешь к картопеду, и он выписывает тебе рецепт, то потом тебе государство возвращает потраченные деньги на вот эту штукенцию. Но так к картопеду мы не смогли попасть, потому что рентген – это одно дело, но совершенно другое – это УЗИ. УЗИ на скорую у нас не делают. То есть нужно записываться отдельно к картопеду. Это такая система, которую моя блондинистая голова не понимает или, я даже не знаю, или не принимает. Короче, вы послушаете, и вы, наверное, будете в шоке, насколько это все, ну вы знаете, бредово. И мне звонят со школы. Мы были в этом магазине, уже все выбрали, Сахарчик ходит. То есть я так понимаю, что не столько оно у него болит, сколько ему даже страшно. Мне звонят со школы и говорят, что «Вы знаете, а по нашим правилам нам нужна справка от ортопеда, что он должен передвигаться на костылях или что у него должна быть эта штука на ноге». Я говорю, ну подождите, у нас нет перелома, там нам не могли наложить гипс, и там нам ничего не назначили. Я уже просто сама на эти связки, но у меня просто подруга-врач, она реабилитолог, и она сказала, что вот несколько дней он походит, и ему станет легче, потом он уже и должен ходить, чтобы ножка разрабатывалась. Вот. То есть я как бы не сама придумала, что мне нужно отправиться в магазин, и купить ребенку костыли, и все вот эти прибамбасы. Вот. Это, знаете, расскажешь кому-то, не поверят, какая вообще бредовая ситуация. И мне со школы говорят, что нет, все-таки нам нужно защищение, ну типа как документ от ортопеда, что ребенок должен или на костылях передвигаться, или в этой штукенции. Говорю, это же несколько дней, ну там, нет, мы не пустим его на территорию школы. Я сижу и думаю, окей. Я начала звонить к ортопедам. Частные клиники, я уже не говорю про государственные, все занято. Я уже пошла в частную клинику, где принимал взрослый ортопед, говорю, нам нужна только справка в школу, ребенка не хотят пустить. А он говорит, ну извините, это как бы дела детского ортопеда, а у детей что, ни ноги, я не могу понять. И, в общем, нас не пустили. Я сегодня всеми правдами и неправдами, девчонки, я потратила 3 часа, чтобы впихнуть Захара в 6 часов вечера в частнику. За 60 долларов, чтобы его приняли по-срочному и чтобы дали справку в школу. Чтобы он мог ходить. У них завтра там какое-то представление. Представление? Да. Правильно сказала. Я уже заговариваю с этими, со всеми приключениями. В общем, у них день детей, и они долго готовились, и для них это большой праздник, и он хотел бы присутствовать. Поэтому, мам, пожалуйста, сделайте все возможное и невозможное. И мама как, ту-ту-ту-ту, знает, это супергерой. Хорошо, мама все порешает. В общем, Томик сегодня ездит с ним к ортопеду, чтобы нам дали справку в школу. И я надеюсь, что вы меня понимаете, почему меня так сильно бомбит, потому что я не знаю, почему так все сложно, и так много каких-то лишних заморочек. Вот такие дела. И наш отпуск под угрозой. Возможно, после того, как мы посетим ортопеда, блин, еще раз съездим куда-то, как-то все прояснится, и после этого мы вечером поедем в аэропорт сдавать тесты. Но я вообще очень плохо себе представляю наш отпуск, если он будет даже с вот этим эластичным гипсом, как оно называется, не знаю, передвигаться будет довольно сложно. У нас дом с бассейном. И, блин, вот такие дела. Помимо этого забилась канализация. Я была у кардиолога, потому что что-то как-то я себя неважно чувствовала. Вот, Игнат кашляет, похоже на аллергию, поэтому если мы куда-то поедем, то вернемся и будем искать еще и аллерголога. Мне кажется, что я схожу с ума. Это все можно охарактеризовать одним словом. Жизнь. И так у всех. Только у всех свои какие-то хлопоты. Вот это да. Мы приехали сдать тесты перед вылетом. Просто рядом с больницей поставили такую палатку и сдаешь тест, не выходя из машины. А это больница, в которой я рожала наших двоих детей. Кстати, совершенно не боюсь повторных родов. Идеально без захарега. Достанешь в две дюрки. Эй, я хочу быть! Добро пожаловать в сердце. Усыпляемый. Чтобы успеть. Эй, я хочу быть первым! Сейчас посмотрим, как тебе смешно будет. Я хочу быть первым! Так напитам? За первый? За! Игнаций! Игнаций! Игнаций Мусынский! Я сейчас старше два года, я должен быть первым. То пусть го, как он такой хэмтный. Он еще не был такого такого. Неа, ты себя удивишь, Захарку, вишь? Пусть го! Доброе! Я еще раз вижу, чтобы дети были такие хэмтные. Патримы там, до przodu. Я входу до носка, пару секунд крючу и выходу, окей? Пару секунд крючу, окей? Спокойно. О, не боли, доброе? О, дыркай. Игнаций, браво, 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 браво. Секай. Неа. Эй! Надо что-то соберет в нем. Игнат, а что у тебя с ногой? Покажи. Нет. Ты что, мумия, что ли? Игнат, откуда у тебя дырка на этом? Блин, это же новые штаны. Нам дырку в воде. Спасите. Довольно странное утро, потому что я сейчас забираю Захара, и мы таки едем за костылями и за съемным гипсом. Я потом вам расскажу, слава богу, что мы пошли вчера на обследование. И я сегодня по-быстрому оделась. Мне еще нужно вывезти Мику, и потом только соберемся. Как раз откроется магазин, который нам нужен со специальным оборудованием. Очень часто у нас утром прохладно, поэтому я надеваю теплые спортивные костюмы. Это, кстати, тоже милскарта. Я показывала вам. У меня их несколько. И сейчас у них вышли еще такие типа платьицы. Хотела красного цвета. Нужно будет заказать. Они очень качественные. И чтобы не быть такой черно-белой, очень грустной, добавила яркий акцент. Это такая интересная по форме сумка милскарта. У меня очень мало вещей в таком цвете. Я подумала, что в качестве такого веселенького акцента будет смотреться очень оригинально и необычно. Эту сумку можно носить также по-разному. Мне нравится вот так в качестве рюкзака. Она супер вместительная. У меня сюда помещается и вода, и все нужные документы с собой, ключи, кошелек и прочее. Эти сумочки также есть в разных цветах. На мне еще белые кроссовки. Типа как кеды скорее. Это же не кроссовки, а вагабонд. А сумочка огонь. Особенно для повседневной жизни. Серебристая фурнитура. Она открывается с одной и со второй стороны. Здесь нет никаких лейп, ничего. Просто кожа вот такая. Между прочим, она будет хорошо носиться, потому что не будет видно царапины, если вы вдруг где-то зацепитесь. Внутри она супер большая. Я специально достала все свои вещи. И также здесь вот есть такой карманчик отдельный. Мне сегодня некогда было составлять аутфиты, но очень красиво выглядело бы с красным. Правда? У меня ногти новенькие. Захотелось чего-то очень яркого, такого прям огненного. И красная фуксия это тоже очень классный гармоничный дуэт. Конечно, хорошо, что вчера нам удалось попасть к врачу, потому что когда проблемы со связками, то на рентгене не особо что-то видно. Поэтому УЗИ обязательно нам его сделали и сказали, что у нас там не все так просто, как могло казаться, как нам сразу сказали. И хорошо, что мы сразу купили вот эту штукенцию, что нога была зафиксирована. Нам нужно что-то посерьезнее. То есть такой типа как съемный гипс. И нам его назначили на три недели. Поэтому мы нашли вот такой ботинок, walker это называется. Его можно снимать при необходимости, так как нам нужно носить постоянно мазь. С ним также можно купаться и ходить при острой необходимости, опять же. Желательно сидеть. И я вчера о том, как говорю, может, давай никуда не ехать, потому что как-то так... Не знаю. Но дети очень хотели, особенно Захар. Он сейчас увлекается греческой мифологией. И он мечтал о том, чтобы поехать туда, куда мы собрались. И вообще мы сказали им, что это будет для них вот такой подарок на День защиты детей. Основной вообще эмоции, новые знания, впечатления от путешествий. Это то, что остается в голове надолго и влияет на развитие не только детей, но и взрослых. Поэтому мы решили не отменять нашу поездку. Мы вчера были в лаборатории вот этой, тоже снимала немножечко для вас. Сделали тесты, утром очень быстро получили результаты. Мы сначала, кстати, поехали в аэропорт. Там была такая очередь, человек, наверное, 40. При том, что ты регистрируешься онлайн, все равно приезжаешь, стоишь в очереди. И там так долго все происходит, что Томак быстро нашел другую лабораторию. Там чуть-чуть дороже. Поехали, сделали тесты и за ночь нам сразу прислали результаты. Они отрицательные, то есть никто не болеет, а мы можем спокойно куда-то ехать. Теперь у меня другая запостка. Как взять костыли в самолет? Блин, это я не знаю. Это почему у некоторых людей все так складно, очень просто, очень вот налегке все получается. Все, что у меня есть и все то, что мы пытаемся с мужем сделать, у нас всегда под горку. То есть нам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы не просто что-то у нас конкретное было, я говорю о недвижимости и это тоже в том числе, да. Но даже какие-то простые вещи, типа куда-то отправиться у нас всегда через одно место. Захар, конечно, очень расстроился, когда я начала говорить о том, чтобы перенести поездку. Он прям настроился, он этого хочет, поэтому чего не сделаешь для детей. Идем собирать чемоданы и уж будь как будет. Я надеюсь, что это единственное наше приключение в этом путешествии. Сколько тут разных приспособлений. Я не могу. Это не для тебя год. Вклажешь себе вот здесь ножку. Добрый день. Пятый досуешь там максимально. О, супер, размер идеальный, потому что палочки у нас скованы. Так? Пасует? Так. Ну, это супер. Да, вот здесь удано. Теперь мы можем сделать одну гонку, где запинем. Тут есть трубка. И сейчас вам нужно поменять, чтобы просто уложить еще там пластик. Додатково. Она немножко уштыднее. Нет, это пластик. Захаркин тренируется ходить. Нам сказали делать это именно таким образом. Сегодня прогуляем школу. Зато с красивым видом и проведем время вместе. Во всем нужно искать позитив. Праздник живота. У нас с Захаркиным сегодня. Празднуем новый гипс. Праздник живота. Очень странный факт, но я всегда начинаю свои сборы с организации косметички. Возможно, это самое приятное, и мне так проще. Я уже научена горьким опытом, поэтому аптечка у меня всегда уже лежит в чемодане. Я периодически просматриваю срок годности лекарств там, но мы недавно были у мамы, поэтому знаю, что там все окей. Может показаться, что у меня тут много разных средств, но на самом деле это не так. Это то, что помогает мне сделать свежий, красивый макияж. И для фотографий я буду снимать влог. И вообще иногда даже просто на вечер мне хочется подкраситься. Здесь у меня кисточки. Они все от разных брендов. И мне нравятся те, которые легенькие и не занимают много места. Например, вот эти такие коротыши от бренда ZUIVA. Для кремовых теней и для растушевки. Это номер 1. Дальше кисть для пудры, для области вокруг глаз в основном. Это MAC. Она у меня так много лет. Я даже не знаю, они еще продаются или нет. Вот такие кисточки от Real Techniques. Они самые живучие. Я покупаю их на iHerb. И классно то, что они как бы маленькие. То есть короткая ручка, но кисть сама по себе такая же, как и в полноразмерных. Это у меня кисть для бронзера, для румян из Алиэкспресс. У меня еще есть маленькая для тона. Я их все перемыла. И выглядит она таким образом. Но я люблю наносить тон или руками, или спонжем. Как минимум спонж мне понадобится для консилера. И этот у меня такой старый, но он еще целенький. Если я его потеряю, то не будет жалко. Кисточка для бровей с такой щеткой. Это тоже, чтобы все прочесать. А это кисть из H&M. Не поверите, она такая мягкая. Она просто офигенная. Извините, мой французский. И тоже компактная. Всегда в моей дорожной косметичке. Что у меня тут еще интересного? Тональный и базу под макияж я взяла от Armani. Потому что они самые тонкие. Это самый подходящий мне цвет. Я покупаю вот такие контейнеры у нас в Росмане. Но если вам не горит, то можно заказать на Алиэкспресс. Там они вообще стоят копейки. База и тон. Это вот. Дальше консилер. Тоже Armani. У меня номер 4 всех средств. А пудра в номере 3. Тоже беру ее с собой. Потому что она дает эффект холеной кожи. Пудра под глазом. Для фиксации консилера. Если я надумаюсь фоткаться, то это всегда делает такой эффект лифтинга. И вообще, если я вдруг не высплюсь, мало ли что. Я уже не знаю, чего можно ожидать. Недавно была у нас в Сифоре, купила несколько средств. Этот бронзер от Dior является новинкой. Я обязательно сделаю на него обзор у меня в четвертом цвете. Но это именно бронзер-бронзер. И у него текстура необычная. Он, конечно, большой. Я не взяла бы его с собой. Поэтому взяла самый проверенный вариант. И каждый раз покупаю что-то новое. И убеждаюсь в том, что это один из самых лучших бронзеров. И румяна шикарные. Румяна-оргазм и бронзер-лагуна. Я была у мамы недавно. И у нее моя палетка. Я ее подарила. Там эти же средства. Еще и хайлайтер. Она все затерла до дыр. Я пользовалась ими. И так кайфовала. Поэтому взяла такое очень-очень любимое в мини-формате. Этот из Сифоры. И у них там много маленьких средств. Которые можно взять или в дорогу, или на пробу, например. Так что бронзер и румяна. Это корректор, если меня вдруг обсыпет. Что иногда встречается. Случается в дороге. Я уже заговариваю с этими приключениями. Гель для бровей от Rimmel. То есть он фиксирует и окрашивает. Я отдирала все этикетки. И к сожалению остались вот такие пятна. Липкие. Отдирала их и спиртом. Короче выглядит не очень. Но средство бомбовое. Тушь от Belor Design. Недавно делала обзор на этот бренд. Много классных средств. И тушь тоже едет со мной. Я могу на нее рассчитывать. Керлер. Без него я не накрашиваю ресницы. И тени, которые очень часто сейчас у меня на веках. Супер стильные. И такие простые в работе. Я не могу. Матовые от Triluit. Тоже белорусская косметика. В номере 12. Фикс плюс от MAC. Потому что обычно, когда куда-то еду, у меня жутко пересыхает кожа. И макияж какой-то вообще как немой. Поэтому фикс плюс тоже едет. И для губ у меня несколько средств. Pillow Talk от Charlotte Tilbury. Вот эта помада полегче, чем Armani. Поэтому возьму ее. L'Oreal. Тоже фаворит года буквально. Не могу с ней расстаться. 102. И блеск для губ. Infinity Cloud от Sensation. Он заканчивается. Так что нужно его допользовать, чтобы средство не пропало. А косметичку мне когда-то подарили при покупке тона. Который оказался слишком темным для меня. Но косметичка меня радует. Она такая качественная. Прям уж приятная. Хочу я вам сказать. И в Сен-Леран не хухры-мухры. Я, конечно, шучу. Но просто когда тебе что-то дают в подарок при покупке чего-то. Очень часто это такие бестолковые вещи. А косметичка прям вот как будто где-то продавалась в бутике. Очень она качественная и красиво выглядит. Моя уходовая косметичка будет довольно компактной. И я должна вам сказать, что когда средства в красивой упаковке, ими приятнее пользоваться, чем вот этим вот всем. Но зато это удобно. И смотрите. Это мой основной уход для лица. Я постаралась ничего кардинально не менять. Умывалка ЦРАВ. SPF 50 для лица и тела. Для того, чтобы обновлять, чтобы забросить в сумочку. Такие миниатюры продаются в аптеках. Где-то онлайн можно найти. И абсолютное милашество. Это мицеллярная вода от Биленда. У нас в магазине были разные. Но я решила взять эту. Потому что я реально сейчас ею пользуюсь. И стараюсь не экспериментировать. То есть какие-то там пробники в дорогу. Это не про меня. Потому что обязательно будет миллиард прыщей. И когда закончится мицеллярка, я смогу сюда перелить что-то. Чем буду пользоваться тогда. Так что такие вот дела. Это сыворотка с витамином С. Для жирной и проблемной кожи. На самом деле также нормальной. И она очень хорошо осветляет кожу. И это антиоксидантная защита. И в том числе для меня это must have. Именно от проблемной кожи. Чтобы не было прыщей. Это единственное средство, которое я беру в полном размере. У меня здесь его не так много. Поэтому в любом случае для него у меня всегда найдется место. Это крем для лица и крем для век. У меня закончилось сейчас все от Виши. Достала вот этот от Моди Кейт. С витамином С и с ПЕФ-30. Он очень классный. У меня было несколько упаковок. И сейчас вот остатки выгребла, чтобы все доиспользовать. И знаю, что с ним все должно быть окей. Крем под глаза у меня от Эйзенберг. У нас были хорошие скидки. Взяла его. Он абсолютно прекрасен. И большая баночка. Ну, конечно, я взяла с собой немножко. Для губ у меня бальзам от Сьерра Бис. Это моя основа. Здесь, если вдруг обсыпят, то небольшое количество крема для проблемной кожи и от прыщей. Это Холиленд. Да, правильно? Дабл Экшн. Тоже хорошо все подлечивает. Еще у меня с собой бритва, зубная паста, зубная щетка, дезодорант и аромат. Я вообще люблю брать с собой какие-то новые ароматы в путешествия. И тогда они ассоциируются у меня с какими-то приятными новыми эмоциями, с воспоминаниями. И в этот раз взяла миниатюру от Байретта. Цыганская вода. Для волос у меня сейчас шампунь Виши. Не было моего любимого. Взяла этот. И он тоже очень хорошо подходит. И после него такие блестящие волосы рассыпаются. Очень хороший. Я обязательно повторю. Он у меня вот перелит. Я думаю, что для меня и для мужа хватит. И в такой упаковке маска-кондиционер для волос из iHerb. Она в большой упаковке. Ее надолго хватает. И тоже очень хорошо волосы выглядят. После нее такие блестящие, послушные и рассыпаются. Ну, как бы, знаете, такие живые очень, скажем так. Это все. Дальше я проверяю погоду того места, куда мы едем. И уже отталкиваясь от этого, составляю наряды. Но с погодой может быть по-разному. Поэтому я всегда забрасываю то какой-то кардиган, то легкую курточку джинсовую для себя и для детей. Это то, в чем я полечу. Вот в сумку сложу документы, какие-то важные вещи, которые я буду хранить при себе. Полуспортивные костюмы, чтобы мне было удобно. А вот эта сумка у меня тоже всегда со мной в поездках, потому что сюда помещается ноутбук, куча косметичек. И если мы едем на один-два дня, то зачастую складываю сюда вещи. Сумке несколько лет. И вы знаете, она очень прочная. И удобно то, что здесь есть две короткие ручки и также длинная. То есть можно повесить на плечо. И я составила уже несколько аутфитов. И так как я люблю разнообразие, то я беру больше, чем одну пару обуви. Мика, вот тебя только тут не хватало. Я тебе должна сказать. И у меня нет единственной пары обуви, которая бы хорошо ко всему подходила, не натирала. Ну как, такая пара обуви есть, но я хочу красивые фотографии. И вообще, я очень люблю наряжаться. Мы так долго сидели дома, что дайте человеку разгуляться. Это суперудобные сандали. Я привозила их из Сент-Тропе. Они вообще просто как тапочки. Это самые удобные шлепки из H&M с прошлого года. Они вообще не натирают мне. Все с ними хорошо. Вот эти красивые. Пока что не знаю, как они будут носиться. Именно на длительные какие-то дистанции. Поэтому на всякий случай, видите, беру с собой больше, чем нужно одному человеку. Но есть как есть, не скрываю. Показываю, что я шмоточница. Что поделать? Ничего. Это не лечится. И я не буду убрать все сумки. Я вот смотрю, какая из них лучше подойдет под остальное. Я сначала принесла вот это. Потом вспомнила, что вот такая с сеточкой тоже у меня есть. И сейчас глянула. Наверное, все-таки возьму ее. Потому что она к большей части вещей как-то лучше идет. Вот. Что скажете? Вы скажете уже потом, когда я буду на месте. Но тем не менее. Я сейчас пофотографирую наряды. Потом утром будет очень удобно. Открываю шкаф и понятно, что и с чем ты будешь надевать. Беру с собой вот эти шлепанцы. Буду носить их около бассейна. Несколько купальников. Слитный и раздельный. Этот новый. И есть у меня еще любимые. Сверху типа как полоска. И самые обычные трусики. Загар просто идеально ложится. Без всяких там полосочек. И беру с собой еще и тунику. Которую надеваю или на пляж. Или же, например, если чувствую, что подгораю, то прикрываюсь. Или когда захожу в дом, мне может быть прохладно. Когда работает кондиционер. Туника незаменимая вещь. Это такая удлиненная рубашка. Вы удивитесь, но я все успаковала. Причем это можно было бы при желании еще больше утрамбовать. И здесь кое-какие вещи полупустые. Я всегда отдельно складываю бижутерию. И также белье вместе с купальниками. Это тоже можно было бы приплюснуть. И тогда получилось бы, что я занимаю только пол чемодана. И на самом деле у нас 4 багажа по 10 килограмм и 1.20. Это такой семейный пакет. Поэтому я тут разошлась с нарядиками. И даже кое-что доложила. Потому что, не знаю, вдруг похолодает, например, вечером. Или что-то еще. Сумки у меня довольно легкие и плоские. Поэтому я просто брошу их уже наверх, когда буду закрывать чемодан. А в эту часть спакуется домок. Осталось сложить детские вещи. Но там проще простого. И все. На этом мы с вами будем прощаться. Я ни в коем случае не хотела вам пожаловаться. Но я как бы делюсь с вами опытом. Я знаю, что таких счастливчиков есть очень много. И не отчаивайтесь. Вы не одни. Как минимум мы с вами в одной команде. Я надеюсь, что следующий влог будет более положительным, красочным и интересным. Но влоги это видео о жизни. И в жизни не всегда бывает все сладко. Берегите себя, свои нервы. Все. Пока-пока. До новых встреч совсем скоро.